Добрый день, друзья! 2021 год. Мы с вами наконец встречаемся, и у нас есть серьезный повод. Повод для того, чтобы встретиться на очередном вебинаре «Здоровые новости». И сегодня мы поговорим про Promarin Collagen Peptides. Наш новый запуск, первый главный запуск 2021 года. И это долгожданный коллаген. Что такое коллаген? О том, что такое коллаген, вам расскажет очень подробно, как она обычно и делает Ольга Алексеевна Бутакова на грядущем мероприятии «Forsight Winter», который состоится уже совсем скоро. Я надеюсь, что мы с вами там увидимся, потому что продуктовый блог будет особенно насыщенным в этот раз. У нас будет замечательная лекция от Ольги Валентиновны и Владимира Матвеевича Подхомутниковых по маркерам долголетия. Я знаю, что это сейчас очень интересная тема, очень востребованная тема. Они поделятся своим опытом работы с гомоцистеином, с реактивным белком, гликациям, гликированием и так далее, и так далее. Не буду раскрывать все секреты, но это будет очень интересно, насыщенно. Кроме того, конечно, и не обойдется без, в общем-то, возможности приобрести продукт, о которой мы уже начали говорить, про Марин, первым станет доступным именно для участников «Forsight Winter». Ну и я вам расскажу про новинки, про которые еще ранее не рассказывал, даже, может быть, что-то покажу. И анонсирую, в общем, то, что нас ждет в 2021 году. Ну, помимо всего, результаты, я знаю, что вам нравятся результаты, и мы в этот раз решили максимально их визуализировать, показать людей, самых разных людей, которые получают результаты, используя наш продукт. Так что это тоже будет очень такой интересный эксперимент. Ну и Vice League, это такая новая фишка, ее буду держать в секрете до последнего, потому что она стоит того, чтобы вы, если вы не являетесь участником, еще не зарегистрировались на мероприятии, обязательно на нем зарегистрировались. Поэтому, друзья, надеюсь увидеть вас всех на мероприятии «Forsight Winter». А сегодня расскажу про Марин, поэтому можно включать уже презентацию, которую вы можете видеть сбоку, где-то рядом. Да, вы видите прекрасную коробку, о которой я уже не раз говорил. Это действительно великолепное творение наших дизайнеров и нашего производителя, который пошел на все возможные сложности для того, чтобы реализовать вот это нестандартное решение с таким необычным фольгированием, которое мы применили. Так что это само по себе произведение искусства. Как и сам продукт, об этом я сегодня и расскажу. Опять же, я не буду уходить в глубину, рассказывая о том, что такое коллаген. Об этом вам предстоит услышать от Ольги Алексеевны. Но я бы сегодня хотел сконцентрироваться на самом продукте, на производителе, на дифференцировании коллагена нашего. Потому что, в принципе, коллаген самим этим словом, самим этим активом уже сегодня мало кого удивишь. Продуктов с коллагеном на рынке масса. Огромное количество и капсулы, и порошки, и конфеты, и желе. Все, что угодно вы можете найти с содержанием коллагена. И поэтому нам, для того, чтобы запустить продукт в нашем стиле, технологичный, эффективный, биодоступный, в чем-то уникальный желательно, нам пришлось попотеть. И собрать в одном месте, воплотить в одном продукте все существующие на сегодняшний день и технологии, и решение для того, чтобы представить вам наиболее биодоступный и эффективный продукт на рынке. И вот начнем с главной, ну не то, что главной, с первой характеристики, которая бросается в глаза. Жидкий коллаген. Жидкий. Почему жидкий? Это вопрос, кого-то может возникнуть, кого-то может не возникнуть. Дело в том, что мы, когда работаем с созданием формул наших продуктов, мы ориентируемся на сразу две школы. На западную школу, на западных производителей, технологов, американских, европейских, и на восточную школу. И вы уже знаете, что у нас есть производители, наши партнеры, как и в Азии, это и Япония, безусловно, это и Южная Корея, и Тайвань, которая о себе заявила очень серьезно на рынке продуктов для здорового образа жизни. И это западная школа, и у нас достаточно большое количество партнеров на западе, и американские производители, и Германия, и Норвегия, и Голландия, и Франция, и Канада. Ну, это можно долго перечислять. И в данном случае, вот в этом продукте, мы ориентировались на восточную школу, на азиатскую школу, потому что с коллагеном они работают давно. С коллагеном они работают уже более 20 лет. Сам я приехал первый раз в Японию, посетил, будучи студентом, и прожил там несколько лет. Это было 2003 год. Так вот, в 2003 году уже коллаген вовсю продавался, жидкий коллаген вовсю продавался в Японии. Первый продукт, насколько мне известно, появился где-то в 2001 году у японцев, и с тех пор является очень популярным во всей Азии. И тут стоит упомянуть и Сингапур, где на каждом углу вы можете найти, и Тайвань, и Южную Корею, и так далее, и так далее. И у них большой опыт с одной стороны. С другой стороны, они вот используют по большей части. Все-таки самые популярные опции – это жидкий коллаген. Жидкий он, во-первых, это, конечно, удобно. У вас есть порция, вы открыли бутылочку, о которых мы чуть позже поговорим, что за бутылочки такие, и выпили разом одну порцию. Мы очень много работали с вкусом, кстати, и перебрали огромное количество вариаций для того, чтобы вы получали удовольствие, принимая этот продукт, выпивая этот продукт. Поэтому этому особое внимание уделялось, и я уверен, что вы это почувствуете. И вам коллаген будет нравиться так же, как нравится липостикфит, вкус продукта липостикфит. Так вот, жидкий он не только потому, что его так проще употреблять, для этого не нужно дополнительную воду где-то искать, размешивать порошок. Это, в первую очередь, царица форм для усвоения, для быстрого усвоения именно актива, коллагена. И поэтому мы пошли с жидкостью. В жидкость можно дозировать максимально точно, потому что, используя порошок, вы максимально точно тоже не сможете дозировать дозу коллагена. Это тоже важный момент, важный аспект. И поэтому жидкость, конечно, был приоритетной, как топовый формат, самый удобный формат, самый биодоступный формат, был главным приоритетом для нас фактически с самого начала. Мы другие варианты особенно и не рассматривали. Более того, жидкость дает нам возможность в достаточно концентрированной форме положить большое количество коллагена, что нам не дает та же капсула, которая на рынке также присутствует. И для того, чтобы получить какую-то внятную дозу коллагена, надо выпить какое-то безумное количество капсул. Такой вариант нас тоже, конечно, не устраивал. Поэтому жидкий коллаген, он характерен, как я сказал, для азиатского рынка и не особо для Европы. Европы и Соединенных Штатов Америки, для западного мира. Но сейчас постепенно мы видим проникновение вот этой вот формы, жидкой формы. И появляется большое количество, небольшое количество, но появляются яркие бренды. И они завоевывают сердца европейских, американских потребителей в том числе. Потому что действительно это удобно. И потому что это эффективно. И вот следующий слайд и следующая характеристика, которую важно запомнить. Морской. Морской коллаген. Точнее, рыбный коллаген, который мы добываем, получаем из кожи рыб. Почему рыбы? Почему не говяжий коллаген? Почему не куриный коллаген? Почему не свиной коллаген, который более всего распространен на Западе, опять же? Потому что морской имеет самый низкий молекулярный вес и доказана его лучшая биодоступность. И именно поэтому в Азии чаще всего подавляющее большинство продуктов представлены именно с морским коллагеном. Помимо всего прочего, конечно, морской, он и подходит для людей, которым по разным причинам не могут использовать, я не знаю, свиной, ковяжий и куриный. Подходит пескотарианцам. Сейчас это очень важно, и вы требуете, чтобы каждый наш последующий продукт учитывал категории людей, вегетарианцев, веганов и так далее. И мы с каждым продуктом пытаемся там, где это возможно, все-таки думать об этом и предлагать продукты, которые будут приемлемы для широких масс. Ну и также нельзя не сказать про уменьшение риска заражения опасными заболеваниями, которые характерны для, там, той же говядины, коровья бешенства, и птичий гриб, и так далее, и так далее. И если мы говорили, сказали про морской, и обычно другие бренды на этом, ну, как бы заканчивают описание вот этой части, я бы хотел здесь уйти немножко в подробности, потому что, ну, интересно же, откуда рыба берется, кожа какой рыбы, какую рыбу мы используем, где мы ее берем. И вот здесь, конечно, стоит рассказать о замечательном месте, которое называется Новая Шотландия. Оно располагается, это полуостров, который располагается в Канаде, это часть Канады. И для, в общем, рыбаков, ну, таких серьезных рыбаков, которые любят приключения, это достаточно известное место, потому что туда едут специально из других стран рыбаки для того, чтобы ловить крупную рыбу, такую, как тунец-блюфин, голубой тунец. Ну, рыбина 180-200-300 килограмм. Были случаи, когда ловили рыб 500-килограммовых рыб. Вот, поэтому это вот место, оно известно тем, что рыбачит вот такую крупную рыбу. С одной стороны. Но мы используем не тунца в данном случае, а используется дикая треска, минтай, пикша. В основном вот эти вот рыбы. Важный момент, что дикие. И это одно из самых, кстати, экологически чистых мест для рыбной ловли. Помимо всего прочего. Ну, еще и Новая Шотландия. В Канаде известна тем, что, пожалуй, место самых высоких приливов. То есть там приливы достигают 17 метров. Представляете, течение дня. 17 метров воды прибыло, потом раз, ушла. И вот такие вот интересные места. Меня эта история, знаете, она как-то забавляет. Не то, чтобы мы стремились какую-то такую вот дискавери, географию добавить, но вот я вам рассказывал про Йонагуни и про следующий запуск. Это Коралл Брайт зубная паста. Так вот, там остров Йонагуни, где добывается коралл для этой зубной пасты, тоже отличается. Особенно, ну, в данном случае уже для аквалангистов, потому что там есть так называемый Йонагуни монумент. Тоже такое удивительное чудо света, можно так его назвать. И, не знаю, мне кажется, что надо как-то с дистрибьюторами, заинтересованными, организовать такую поездку по, скажем так, чудесам света, необычным местам, которые при этом, при всем связаны с нашими продуктами. Ну, если убрать всю лирику, морской коллаген из дикой трески, минтая, пикши, которая добывается в водах новой Шотландии, это название полуострова Канады. Будете знать, мало кто об этом говорит, часто морской коллаген, который используется у других компаний, конкурентов, это фермерская тилапия в основном, так что разница в данном случае тоже присутствует. И следующая характеристика, о которой, безусловно, важно сказать, гидролизованный, гидролизованный коллаген, что это такое. Если совсем просто, это коллаген размельченный. Ну, сначала молекула коллагену измельчают до аминокислотных цепей, а потом уже эти цепочки протеинов делят на такие маленькие пептиды. Для чего это нужно? Опять же, для улучшения, усвоения продукта. Поэтому этот момент, он очень важный. Но сейчас, опять же, не сильно кого удивишь, тот вот азиатский коллаген, который используется, он практически весь гидролизованный. И здесь уже важный, важный уже следующий этап, о котором, опять же, мало кто у нас здесь говорит, на Западе говорит, но вопрос молекулярного веса, сколько дальтон, какой молекулярный вес коллагена, оптимален для его усвоения. То есть, это, ну, как минимум, меньше 10 тысяч дальтон, а в лучшем случае, где-то ближе к 500. Вот. И в этом плане наш коллаген, он тоже выдающийся, потому что у него очень низкий молекулярный вес. В основном он колебнется вот в районе 2 тысяч, и пики идут на 500 тоже. Ну, и еще и уже чуть глубже, но мы уйдем в эту глубину, у нас будет отдельный вебинар, посвященный исследованиям, клиническим исследованиям, причем как конкретно нашего продукта, коллагена, который используется у нас, так и общий анализ существующих исследований по коллагену в принципе. Так вот, еще важны сами пептиды. Какие они? Потому что они бывают разные. Какой аминокислотный профиль при этом представлен? Потому что часто у конкурентов можно увидеть там пролин, гидроксип, пролин, вот там какой-то обрезанный аминокислотный профиль, который не дает того эффекта, который нам необходим, о котором мы чуть позже с вами тоже обязательно скажем. Гидролизованный. И в итоге, что у нас получается? Три формулировки, которые стоит запомнить. Жидкий, морской, гидролизованный. Это минимальное количество определений, свойств, которые вам необходимо запомнить для того, чтобы понимать, что из себя представляет наш коллаген. И в данном случае по каждой отдельной этой характеристике мы тоже можем говорить, что даже вот среди жидких, среди морских и среди гидролизованных коллагенов наш коллаген представляет особый интерес и входит в топ брендов существующих, предлагающих биодоступный, эффективный, быстродействующий источник коллагена. Потому что могут задавать и будут задавать вопросы, и у вас возникает вопрос, а чем этот коллаген отличается от тех капсул и порошков, которые продаются повсюду. И тем же, чем отличается самокат от Rolls-Royce. Так я вам скажу, друзья. Также мы об этом говорили, когда представляли биолурон, гиолурон-хондративный комплекс. Ну, конечно, там в первую очередь речь про гиолуроновую кислоту шла. И тогда же был вопрос, ну как же так? Есть такое большое количество и кремов с гиолуронной кислотой, и капсул, и всевозможных порошков и стиков. Чем ваш гиолурон отличается от всех остальных? И мы, в общем-то, объяснили, и словом, и делом объяснили, чем он отличается. В данном случае ровно такая же история. Но, если говорить про специфику, коллаген бывают разных типов. Обычно выделяют там 5-6 видов коллагена. На самом деле их больше, их существенно больше, их выделяют порядка 28 видов. Но самые популярные, скажем так, самые часто встречающиеся, это коллаген 1-го, 2-го, 3-го типов. Если мы говорим про красоту кожи, волос, ногтей, то, конечно, в первую очередь стоит говорить о коллагене 1-го типа, который, по большей части, представлен в продукте Промарид. Если мы говорим про здоровье суставов, то это, по большей части, коллаген 2-го типа. Но, можем ли мы утверждать, что вот первый тип только для кожи, а второй тип только для суставов? И да, и нет. Потому что и тот, и тот содержится в соединительной ткани, и так или иначе будут работать в случаях, там, первый, в случае, в случае первого, да, это и для суставов в том числе, в случае второго, и каким-то образом для кожи в том числе. И как работать для кожи? И вот если мы говорим про кожу, то это уже не какие-то формулировки, которые требуют проверки, а это уже на самом деле клеймы, так называемые утверждения, которые проверены исследованиями, многочисленными исследованиями, благо их много сейчас, много кто проводит эти исследования по всему миру, и часто именно жидки проверяют, кстати, да, здесь мы можем говорить про увлажненность кожи, мы можем говорить про уменьшение количества морщин, мы говорим про гладкость, мы говорим про здоровый цвет лица, то есть прям целый комплекс действий, который, в общем-то, и представляет ту идею, с которой мы часто к вам обращаемся. Красота изнутри, то есть работать над красотой, над внешней какой-то привлекательностью, начиная именно изнутри, выстраивая правильное питание, правильный рацион, необходимое количество нутриентов, и в данном случае эта история, этот тезис будет оправдывать себя на 100% и достаточно быстро, в том числе и потому, что нам удалось в одну маленькую бутылочку 50 мл положить 10 тысяч миллиграмм, ну, 10 грамм, 10 грамм коллагена. Это тоже очень важный, не сказать ключевой момент. Количество. Количество коллагена тоже играет роль. И 10 тысяч миллиграмм – это та доза, которая оптимальна для ежедневного приема, для того, чтобы действительно кожа начала молодеть. Молодеть, потому что все-таки коллаген – это компонент самый главный, который, в общем-то, является репрезентативным в плане молодости кожи. Каркас нашей кожи. 70% составляющей кожи – это коллаген. Это главный структурный белок в нашем организме. Я уже тут захожу на территорию Ольги Алексеевны, поэтому остановлюсь. Про 10 тысяч немножко скажу. 10 тысяч. И тут тоже можно дифференцироваться от конкурентов. Часто у них меньше и 5, и 2,5, и тысячи бывает. Бывает вообще меньше, которые позиционируют как источник коллагена. Но в данном случае вообще не стоит такие источники рассматривать, потому что должна быть та доза, которая не только была источником, которая была и триггером для того, чтобы свой эндоген и коллаген начал вырабатываться. И вот 10 тысяч методом проб и ошибок специалисты вышли на то, что это вот хорошая доза для того, чтобы работать. И если говорить про эффекты, они начинаются примерно после двух недель использования продукта. средний курс обычно предполагает ну, порядка месяца, двух, трех, трех месяцев. И дальше уже в зависимости от того, какое состояние кожи изначальное у людей. Когда он интересен, коллаген, обычно говорят про 25 лет, потому что после 25 лет его выработка резко снижается, и где-то к 40 годам мы теряем около трети своего коллагена, поэтому, безусловно, нужно как-то его восполнять. И вот бутылочка с вкусной жидкостью, которая практически моментально усваивается, это наше решение, решение, которое мы посчитали максимально эффективным и подходящим для нашей богатой на эксклюзивные решения, богатой на эффективные решения линейки. Так что это вот очередной такой сильный аргумент в пользу наших решений. Есть еще компоненты, которыми мы обогатили эту нашу формулу и которые также про биодоступность. Я понимаю, что я очень часто использую это слово, но, в общем-то, это логично. В нашем мире это один из ключевых аспектов, на которые стоит обращать внимание. Так вот, биотин известный для вас компонент, витамин С, витамин В6 это те компоненты, которыми мы обогатили формулу нашего продукта. Но это еще не все. Там есть еще особенный компонент, и о нем я расскажу в следующий раз, потому что там много всего надо будет рассказывать, показывать вам графы, показывать вам исследования. Поэтому дождитесь следующего вебинара, он уже будет после Farsight, я думаю, сразу после Farsight Winter мы сделаем вебинар, посвященный именно исследовательской части, исследовательскому массиву, покажем результаты, покажем до и после, чтобы у вас сформировалась какая-то более полная картинка. Я вам обещал рассказать про бутылочку. Не просто так она стеклянная, мы говорим про во-первых, все-таки нашем методичном движении, нашем скажем так, фокусе на экологичности, и мы будем продолжать этот фокус держать, и поэтому мы выбрали стеклянную тару, стеклянную упаковку, как экологичную упаковку. Кроме всего прочего, она еще и сохраняет свежесть лучше всего, жидкость, и вот такой формат позволяет использовать минимальную консервантную базу, то есть меньше используется каких-то консервантов. И поэтому стеклянная бутылочка представляется нам в данном случае оптимальным форматом для выпивания коллагена для использования этого продукта. Поэтому упаковка здесь тоже имеет значение. Начал про экологичность, продолжу немножко. Производитель TCI, этот производитель вам уже известен, потому что именно здесь, в TCI, мы производим Lipostick Fit, продукт для контроля веса, Lipostick Fit, инновационный продукт для контроля веса. Но при всем при этом TCI компания, который Discovery фильм снял. На минуточку, вы, кстати, можете в YouTube его найти, TCI попробуйте вбить Discovery и найдете. Почему? Потому что это очень технологичная компания, потому что она реализовывает многие решения, которые не реализованы никакой другой компанией. И одна из самых больших в Азии линий по производству налаживания, настройка такой линии, это очень дорогое удовольствие. Линии по производству коллагена, оно расположено именно в TCI, именно на Тайване. И поэтому мы с этим производителем пошли и ни на секунду не пожалели, потому что видим, как профессионально они подходят к созданию этого продукта, сколько внимания уделяют ингредиентам, их качеству и насколько автоматизирована сама линия. И возвращаясь к экологии, не меньшим фактором было использование ими возобновляемой энергии. уже 70% энергии, которую они используют в производстве, она возобновляемая. И к 2030 году они планируют переход 100% возобновляемой энергии. То есть они уменьшают значительным образом, а скоро это будет совсем нулевой углеродный след. И это, конечно, будущее. И нам очень важно смотреть это будущее и выбирать партнеров, которые заботятся о природе, потому что природа является главным и вдохновителем, и источником наших продуктов. Поэтому для нас это абсолютно логичное решение, логичный шаг, да. И мы будем продолжать смотреть в эту сторону, не просто смотреть, а делать какие-то, принимать действия, использовать в упаковке пластик, возобновляемый из океана. Над этим тоже мы сейчас думаем и прорабатываем эти возможности. То есть в данном случае сошлись все звезды не только с точки зрения качества, но и с точки зрения этичности самой производственной базы, самой производственной платформы, основы. Так что очень интересный продукт получился, продукт, которым действительно можно гордиться, который, повторюсь, входит в топ лучших на рынке на сегодняшний день, абсолютно точно. без исключений, и поэтому он появился в нашем ассортименте. Молодость не время. Вот такой теглайн выбрали ребята. Действительно, сейчас молодыми молодость продлевать хотят все, хотя мы говорим в большей степени про женщин, когда мы говорим про их основную целевую аудиторию продукта про Марин и сама по себе упаковка, она такая более может быть девчачья, но я уверен, что и мужчины обратят внимание на этот продукт, потому что он работает так же эффективно с мужчинами, как и с женщинами, и поэтому тут нет никаких таких я думаю, что гендерных каких-то разделений, он в равной степени будет интересен всем. Когда он появится в большой продаж, повторюсь, Farsight Winter это то мероприятие, когда мы запускаем pre-sale только для участников этого мероприятия. Такую возможность также будут иметь участники мероприятия Евроконвенция, которое у нас было предыдущее, и на котором я рассказывал также презентовал продукт про Марин. Так что у вас есть еще возможность быть в числе первых, в числе тех счастливчиков, которые могут первыми попробовать этот продукт. Основной запуск будет сопровождаться, он пройдет в марте, запуск будет в марте, и он будет сопровождаться большим такой, большой компанией, которая называется Beauty Quest. И вот про этот Beauty Quest, что он из себя будет представлять? Это очень интересная такая история, когда мы пригласим экспертов самых разных, причем разных возрастных групп, чтобы они были актуальными для разных поколений, и у вас будут всевозможные лекции, чек-листы, куча информации интересной, сопровождающей прием. Так что Beauty Quest это отдельная интересная такая вот компания. Вы уже по примеру липостик фита можете примерно себе представить масштаб этого всего действия, в этот раз оно будет еще и на разных языках одновременно практически запускаться, то есть не только на русском языке, но на других языках, у нас широкая география, и будет доступен коллаген, в конечном итоге он будет доступен везде, наверняка будут вопросы, будет ли он тут, будет ли он там, будет доступен везде, мы делаем так, чтобы он был доступен везде, мы получаем сертификацию, все страны, где мы присутствуем, где мы продаем, так что география продаж у него будет самая широкая, этот продукт стоит того, чтобы о нем знали, его использовали как можно больше людей, так вот, рассказывать про Beauty Quest мы будем опять же на событии Farsight Winter, то есть это к тому, что из себя будет представлять продуктовый блок, и на нем, наверное, проще всего будет понять, чем занимается департамент продуктового менеджмента и маркетинга в компании вот в данный момент времени, чем он живет, и что интересное и вкусное он для вас готовит. Тема, конечно, не может быть закрыта вот этими тезисами, о которых я вам сегодня рассказал, но вопросы, которые с моей слова возможно родили в вашей голове, вот на все эти вопросы мы будем отвечать, мы будем отвечать и лекции Ольги Алексеевны, и моими последующими вебинарами, таким образом, чтобы у вас не осталось ни одного момента, который бы в данном случае вам не был понятен. Так что ждите эфиров, обязательно участвуйте, потому что мне кажется, что я про Промарину уже полгода рассказываю, говорю о нем, анонсирую, и думаю, что более-менее все о нем уже знают, но как показывает практика, когда мы начинаем говорить людям и спрашивать людей, а вы слышали, вы знаете, часто люди говорят, нет, а что будет, поэтому я понимаю, что одну и ту же мысль можно в разных ключах доносить много раз для того, чтобы наконец-то мы ее услышали, усвоили. Вот все, что я хотел рассказать про Промарин на самом деле сегодня.